Начинаю на пресс-конференцию на тему работы с национально-культурными объединениями в Харькове. Участники проекта «Новые лица» расскажут о проблемах, с которыми сталкиваются приезжие граждане и интеграциях в Харьковскую громаду. Спикерами Сергей Савицкий, председатель организации «Культи-Культи-УА» и Мако Корожанова, глава казахской общины «Берлик» в Харькове, сопредседатель Совета национально-культурных объединений «Культи-УА». Прошу вас. Добрый день всем. На самом деле это очень актуальная тема для города Харькова. Потому что всем известно, что Харьков мультинациональный город, мультикультурный город. У нас достаточное количество иностранных студентов и граждан постоянно находятся в городе. А также у нас достаточное количество национально-культурных объединений. В городе зарегистрировано около 64 разных национальных меньшин. Вот, что показывает многокультурность нашего города. И, конечно, эта тема является актуальной, потому что эта сфера деятельности, и эти люди часто оказываются забытыми. И вспоминаются только в рамках какого-то проекта или в рамках политических выборов. А на самом деле проблематика этих людей, интеграция их в Харьковскую громаду, но она актуальна. И этот вопрос еще не закрыт у нас в регионе. Я думаю, что я как глава правления общественной организации, которая постоянно работает с этими национально-культурными объединениями, я расскажу немножко позже, что уже проводится и что планируется. Ну и хотел передать слове Маке, потому что Мака Каражанова достаточно долго работает уже в этом секторе. Помимо того, что она возглавляет свое национально-культурное объединение казахов, она еще является общественным деятелем и старается развивать, отстаивать права всех остальных национально-культурных объединений. Поэтому... Добрый день. Действительно, вопросов и проблем много. Но как бы мы стараемся, национальные наши общественные объединения, стараются их сами решать, прикладывая много усилий и много действий к этому. То есть вот все мы хотим говорить о том, что мы являемся гражданами Украины, и мы любим Украину, и мы об этом говорим всегда открыто. И очень каждому из нас здесь нравится, и нравится нам здесь жить. Проблемы, скажу, главные. Какие проблемы здесь? Во-первых, вот сейчас уже как бы так уменьшилось, но раньше были проблемы с документами, с легализацией здесь, с получением вида на жительство. Это проблемы были. И они сейчас и остаются, но уже не в таком, конечно, да, в таком вот масштабе, как были раньше. Все-таки они сейчас уже сдвинулись с мертвой точки, они более решаемы, скажем так. То есть самое главное еще вот такие проблемы, это то, что вот, знаете, в городе нет ни одного телевидения, которое бы именно освещало национальные, не хочется говорить вопросы, а именно о национальностях тех, которые живут здесь, в Харькове. Нет, нет именно канала, ну канала это может быть даже много, нет передачи. Именно передачи о том, как живут диаспоры, чем они, чем они, каждый из нас отличает, каждый из нас, чем мы отличаемся, да, какие традиции здесь, потому что здесь приезжая, мы все-таки в первую очередь принимаем традиции, быт и условия проживания так вот, как здесь на Украине. Но сохраняем свои. Это вот, я бы хотела сказать, что когда мы открыты, национальности живущие здесь, да, и о нас знают, мы рассказываем о себе, то, знаете, как не страшен тот волк, который неизвестен, да, ну правильно же, да? То есть она, и тогда и Харьков весь наполняется, и харьковчане начинают понимать о том, что Харьков это многонациональный город. Нет, ну мы эти и прекрасны, в принципе, и это. Вот, я извиняюсь, просто хотел сказать, что это является парадоксом. Вот, если честно, то те люди, если касается, мы говорим о иностранных студентах, это непосредственно те люди, которые заводят в наш харьковский бюджет, и не только харьковский, колоссальные деньги. Вот, и мы еще с этих людей, как бы, они чувствуют себя дискомфортно. То есть мы не создаем условия игры для этих людей, чтобы к нам приезжало больше людей, или хотя бы оставалось то же количество, потому что их достаточно много. А мы создаем те условия, которые, наоборот, отторгают. Я очень надеюсь, что вопрос с новой полицией решит те проблемы, которые были предыдущие с ППСниками. Потому что ни один иностранный студент не мог выйти из дому без документов и без определенной суммы денежных средств для того, чтобы просто от него отстали и дали ему нормально погулять по Харькову, городу Харькову. Это на самом деле была проблема. И по этому поводу проводились десятки, я бы сказал, ну, десятки точно круглых столов, которых принимала как и власть, так и представители правоохранительных органов. Вот, но никакого эффекта, ну, за все, наверное, 25 лет уже независимой Украины, да, мы не получали. Вот, поэтому это вот этот парадокс хотелось бы понять, решить и создать те условия для иностранных граждан, чтобы им нравилось находиться в городе Харькове и не чувствовались в себе комфортно. Это маленький только аспект. Второй, что для этих людей абсолютно от непродуманного быта, где они будут находиться, проживать, где они будут проводить, ну, я не знаю, свой культурный досуг или спортивный досуг, этого тоже непродумано. Я плавно перехожу просто к той тематике, я тоже занимаюсь общественной деятельностью, и частично, конечно, около шести лет назад я понял, что, ну, с этим большим, с этой большой группой людей никто не работает. Поэтому наша общественная организация с интересным названием «Мультикультивей», вот она у многих людей вызывает улыбку, и это прекрасно. Вот, мы занялись работой. Мы подумали, какие сферы в городе мы можем, у нас есть возможности, финансовый ресурс, волонтёрское движение, помощь глав национально-культурных объединений. И буквально за, ну, первые два-три года мы сделали общегородские мероприятия. То есть, допустим, такое мероприятие, как «Мисс Харьков Интернешнл». Это ничем не связанное, ну, не связанное мероприятие с какой-либо коммерцией. Это мероприятие было создано для того, чтобы показать, насколько красота разных культур представлена в Харькове, и чтобы сами девушки, сами представители национальных культур не боялись это показать. На самом деле это была проблема, потому что от того, что от элементарных выступлений, там, на сцене, перед телевидением, это оказалось, что это проблема. Люди просто боятся. Они как-то, вот в нашем 21 веке, мы живём в Харькове, сейчас у нас достаточно уже, конечно, количества проблем, но эти люди в этот же момент, они просто боятся говорить о своих каких-то проблемах, потому что, как это сказать, ну, чувствуют себя или не ущемлёнными, но не могут выразить то, что они думают на самом деле. Поэтому непосредственно в этом мероприятии около полугода девушки с разных национально-культурных объединений, у них проходят совместные мастер-классы. То есть это девушки разных вероисповеданий, разной культуры, разного цвета кожи. И они совместно на протяжении полугода, у них танцевальные мастер-классы, тимбилдинговые, интеллектуальные. То есть они посещают совместно культурные мероприятия и тем самым презентуют то, что, ну, во-первых, то, что они находятся и существуют в городе Харькове, вот. И второе, ну, немножко такая происходит интеграция, вызывается интерес. Почему именно конкурс красоты? Я сейчас назову эти проекты, их достаточно много, но мы поняли, что именно нужно что-то интересное. То есть такие мероприятия, как конкурсы красоты, красочные, красивые, они, конечно, вызывают намного больше интереса и в средствах массовой информации, и среди людей. Вот. Также было создано мероприятие «Интернациональный кубок клуба веселых и находчивых» в городе Харькове, «Интернациональный кубок по вольной борьбе для детей». В прошлом году он уже был всеукраинским, и мы уже из шести городов приезжали в наш город Харьков дети принимать в этом спортивном мероприятии. Это «Интернациональный кубок по футболу». Он был сделан совместно с «Металлистом», потом совместно с «Арсеналом». То есть, в принципе, все спортсмены, которые работают в этом секторе, были заинтересованы, потому что знали, что много иностранных граждан, и нам надо как-то их культурно и спортивно задействовать. Вот. Также было огромное количество... Я хотел, конечно, еще немножко отлечься на сопротивление. То есть, вначале, когда мы начинали, только была возможность или желание это осуществить, мы столкнулись с огромным сопротивлением и от властей, и от других общественных организаций, от некоторых профсоюзов. И мы просто не понимали этот конфуз. Как может быть... Ну, где тут точка конфликта, если просто необходимо работать с этими людьми и что-то для них делать. Вот. Может, Мака, может, я что-то добавлю. Нет, ну, мы участвуем во всех мероприятиях, которые проводит Сережа. Четыре года подряд мы участвовали в конкурсе Miss International, играем в футбол. У нас две команды футбольные. И Сережа прав. Он поднял то, о чем мы все время говорим. Знаете, наши студенты боятся ходить по улице. Ну, реально, мы сегодня ждем от новой полиции, что это пройдет, что это уйдет в небытье. Но сегодня же стоит вопрос и метро. Метро боятся ребята спуститься, потому что там, оказывается, своя ведомственная служба, которая может остановить у турникетов и начинать проверять. И поэтому ребята как бы собираются вместе и стараются, не спускаясь в метро, проехать на такси. То есть вот эти все вопросы, которые, знаете, отталкивают. Я помню, когда я сюда приехала из Казахстана и поступила здесь, да, наш декан, принимая нас первокурсников, он сказал, вы знаете, ребята, вы тот кладец, который потом откроет на Украину всему миру. Вас здесь много. Было же много очень тоже иностранцев. Мы приезжали. И каждый из вас, если вернется к себе на родину, он будет помнить о своей альма-матере. И о том, что вот Харьков, и вы будете любить этот город. Я действительно люблю этот город. И мне даже больно, когда мы привозим с Казахстана студентов и первокурсники напуганные, боятся выйти на улицу, да, погулять по этому красивому городу. Сегодня мы провели действительно много круглых столов, которые дали результат. Мы убрали эти количество, огромное количество справок и всего остального. Это все национальности собирались и лоббировали это. И, слава Богу, мы сделали это все. Сегодня надо, знаете, самое главное, чтобы и город, и область, они хотели говорить о том, что Харьков не просто вот, знаешь, да, вот эти вот собрались, посидели, сказали, Харьков многонациональный, толерантный, а именно действия должны быть. Вот Сергей проводит, действительно, это называется действиями, да, когда девочки собираются с разных национальностей вместе, когда футбол играется, при этом команда там проигрывает, но идет, обнимает. Например, вот мы, казахи, проиграли иордании, иордании, да, и мы обнимали их, потому что игра была классная, она была мощная, и мы проиграли, но мы проиграли и не жалели об этом, потому что мы боролись до последнего. Но мы же не расстались с врагами, правильно? Вот такие вот, вот такие, действительно, вот такие мероприятия, они дают, они дают нам это за дело в будущее. Плюс, это реально, это инвестиции, да, сегодня один студент приедет поучиться, он не приедет, расскажет, что вот там, знаете, на улице невозможно ходить, и все боятся сюда ехать, да, а он приедет и скажет, вы знаете, Харьков сегодня европейский город, классный город, туда можно ехать, учиться. Ребята, там так хорошо, и они приедут. А когда мне начинают рассказ, вы знаете, они приезжают, они себя здесь по-хамски ведут, они толпами ходят, они там, знаете, вот все. Давайте, знаете как, давайте убирать эти страхи. Я спрашиваю студентов, почему вы ходите вот в такой большой компании, да, они говорят, вы знаете, одному страшно ходить. Я говорю, да у нас же в городе нет таких вот, никаких столкновений, ничего нет. Не ретерому страшно? Завтра, если он будет знать, что ему не страшно, да, ходить одному, он будет ходить. Но тоже, вы знаете, должны быть и с этой стороны, и с той стороны. Когда, как говорится, когда мы будем открыты сами, то и они откроются. Правильно же? Да. И я хотел еще очень важное. Вот уже, наверное, на протяжении 10 или 12 лет все национально-культурные объединения собираются и просят вот власти города в уделении какого-либо помещения или дома. Да, это вообще бич. Да. Ну, дома национально-культурных объединений, да, потому что на самом деле не каждый город даже, ну, в Украине или в мире имеет столько национальных меньшин, которые находятся, работают в одном городе. Плюс еще большое количество университетов, которые привлекают к себе иностранных студентов. А у нас нет места, которое объединяло конкретно вот эту вот целевую аудиторию. Нет. И вот на протяжении 12 лет, так как бы мы не пришли к логическому завершению этого вопроса, он постоянно открыт, и любое собрание национально-культурных объединений обычно заканчивается вот этим спорным вопросом. А когда же у нас появится или на базе какого-то дома культура, или на базе какого-то помещения, вот подобные вещи. Это, ну, есть проблема, я думаю, просто она решаемая, это просто, ну, как бы просто нет желания в этом процессе поучаствовать со стороны власти. Второе, это, конечно, для меня непонятный вечный конфликт между областью и городом. У них постоянно есть какие-то конфликты, но по поводу вот работы с национально-культурными объединениями, ну, это просто деструктивно. Мало того, что нет финансирования, мало того, что нету конкретной помощи, так они еще и между собой не могут поладить, как с этим сектором работать. И хотелось все-таки отметить один отдел городского совета, это отдел по работе с объединениями граждан. Вот. За мою работу я застал многих людей, которые там работали, они проходили определенную ротацию. Но это единственный отдел со всей этой большой громады и структуры, который реально что-то делал, что-то помогал и способствовал проведению мероприятий. Поэтому хотелось бы о нем тоже немножко упомянуть и сказать, что не все так плохо, что там черная дыра все-таки есть там, хоть отделчик, но который хотя бы думает. Нет, мы не говорим о черной дыре, мы говорим о том, что, знаете как... Есть проблема. Да, есть проблема, которая должна не просто решаема, а должна быть решена. То есть ее нельзя уже постоянно откладывать, она должна быть решена. Насчет Дома национальности, вы знаете, во многих странах он есть. Это реально. Я знаю, для чего это делается. Для того, чтобы национальные общественные объединения имели возможность где-то иметь свой небольшой офис. Когда нам начинают предлагать, что давайте мы вам комнатку отдадим, а вы там все вместе расположитесь, то это вообще не решение вопроса. У каждого из нас, каждое национальное общественное объединение имеет свои костюмы, свои сувениры. Собираются они годами, потому что финансирование реально нет. Это все делается за счет общества, за счет председателей общества, за счет своих земляков. То есть эти костюмы собираются, эти сувениры собираются. И они тоже должны быть, знаете, вот, ну, как говорится, стоять, да, но стоять, их можно было бы показывать. И с другой стороны, это тоже одна из достопримечательностей может стать Харькова, когда туристы могут приезжать и говорить, вот смотрите, здесь есть Дом национальности, да, здесь вот столько-то вот национальностей. У нас 64 зарегистрированных, а более 100 национальностей проживают в Харькове. Это те, которые просто, ну, еще не зарегистрировались, не приняли для себя вот решение зарегистрироваться. Вот, и, конечно, много амбициозных планов в этом, ну, по этой работе, да. Допустим, у нас большое количество модельеров достаточно интересных, креативных модельных студий в городе Харькове находится. И мы им предложили, вот, чтобы сделать вечер мод национально-культурных объединений. Вот, такое уже более глобальное, как бы, и шоу, и проект, чтобы в элементы национальной одежды харьковские дизайнеры, модельеры добавляли какое-то свое видение. И это, ну, так, возможно было показать, сделать такую, как это называется, когда модельный... Ну, шоу-показ. Да, шоу-показ, вот, непосредственно таких костюмов. Поэтому, ну, идей... Дефиле национальных костюмов. Да, дефиле национальных костюмов. Поэтому идей много, нужно... На самом деле, у Харьковского громада, она достаточно активная и имеет возможность помогать любой нише, которая требует помощи, но хотя бы не нужно сопротивление. Вот сейчас мы везде видим одно сплошное сопротивление. Тем более, на фоне войны, которая идет сейчас в Украине, мы, как бы, не замечаем даже тех проблем, которые существуют у нас в городе. Потому что мы думаем уже о таких более глобальных вещах. Но если мы не начнем изнутри, допустим, решать проблемы нашего города, то эти проблемы могут когда-то стать и проблемами нашего города. Я сейчас конкретно говорю о иностранных студентах, которые в принципе... Нет, они просто могут перестать приезжать, знаете, вот и все. То есть мы... Когда-то иссякнет этот колодец, называется, да, и мы просто потеряем. На сегодня Харьков самый большой по численности приема национальных студентов. Даже Киев на втором месте, представляете? То Харьков на первом месте. Я бы еще хотела сказать самое главное, что когда вот только-только начался конфликт, да, нашей национальности, таджики, узбеки, мы казахи, да, армяне, азербайджанцы, все сразу же, вот мы начали перезваниваться и говорить о том, что давайте заявим свою позицию открыто, что мы вот, что мы хотим. И каждый из нас, вот мы даже сняли такой видеофильм, видеообращение о том, что здесь нет, никто нас не преследует. Мы здесь живем, и каждый из нас сказал, что мы за Украину, за целостность Украины, что для нас важно, что мы любим Украину. И даже, вот знаете, вот такие моменты, то есть и всегда национальности между собой, вот мы всегда созваниваемся и говорим, чем мы можем сейчас вот себя показать, как мы можем вот... И самое главное, знаете, вот мы здесь живем, например, я как казашка, я в Казахстане провожу работу, я говорю, то, что вы смотрите, это неправда. Слушайте меня, да, я вам говорю, я здесь живу, я вам говорю. Также вот ребята, таджики, да, наш Нурулу, он слетал домой, он там провел, полностью собирал всех, рассказывал, что это неправда, не слушайте. В Харькове, Украина, вот она должна быть целостной, это ее территория, понимаете? То есть вот каждый из нас, живущий здесь, он является своевразным, да, вот урупором, да? Микрофоном, да, всемирным. Да, всемирным микрофоном, и каждый вот разлетается о том, что вот здесь, здесь Украину надо любить. Мы буквально вот на днях встречали немецкую делегацию национальности, и мы сказали немцам, что вы знаете, они были поражены. Столько состав национальности я встречал, и Кения была, и Корея была, и Армения, и все вот они были поражены, когда все сказали, вы знаете, почему вы не уезжаете, задался вопрос, да, такой, почему не уезжаете, а куда это наша родина, мы сказали, понимаете? То есть это для нас тоже важно. Естественно, мы хотим точно такое же отношение к себе, а не так, что, знаете, когда что-то в городе возникает, сразу же там, если там на рынках, то азербайджанцы виноваты, если там, то армяне дорогу перешли, если что-то еще, да, то есть это вообще не должно быть. В городе должно вот это все, да, вот оно пресекаться должно, потому что... Ну и как и в городе всей стране, то есть мы должны выйти на уровень гражданин, гражданину какое-то общение, а не армяне, азербайджан, украинцы. Да, вот я должна говорить, что я украинец, да, вот я должна говорить, я не должна говорить там, что я там, я из Казахстана, да, живу в Украине, я должна говорить, я украинец казахского происхождения. Вот так должно быть, то есть я это говорю, но это не должно вот так, знаете, с удивлением восприниматься. То есть это тоже уровень... И человек должен с гордостью это говорить, а не с каким-то, ну, стыдом, как и в принципе, если откровенно говоря, как это сейчас происходит. Поэтому мы должны много работать, понимать, что это очень много работы для того, чтобы человек это мог сказать, но мы должны рутинно работать над этим вопросом. Вот, что я и хотел сказать. И еще, конечно, маленький пример привести по поводу, то, что у нас очень огромное количество мероприятий, и немногие знают, что африканская община, вся громада, она в основные все свои мероприятия проводит в Харькове, не в Киеве, а именно в Харькове. На украинском языке, это просто надо слышать. Мисс Африка Украина даже проходит в городе Харькове. Вот, и, ну, вот, поэтому интересно. Это на самом деле интересно, чтобы это и люди, и харьковчане знали достаточно. Но почему-то, я же говорю, мало того, что это не освещается, идет определенное сопротивление. Для меня лично это, конечно, непонятно. Я бы еще хотела сказать, что какие концерты мы проводим, просто вот мы великолепные. Знаете, когда выступают большие ансамбли, есть у армянской диаспоры, огромные танцевальные, у грузин, какой вообще, вот, знаете, огромный, тоже талантливые ребята, очень много вокалистов. И вы знаете, вот эти концерты, они проходят очень красочные, они красивые, в них кладывается душа. Детки маленькие танцуют, детки большие танцуют, да. Они все в национальных костюмах, с национальными колоритами, там, все. И мы оповещаем, просим, давайте, чтобы харьковчане приходили, потому что всегда полупустой зал. Например, обидно, знаете, вот обидно. Полупустой зал, ты, дети, студенты, все, кто вот готовится, приходят, и мы, получается, сами на себя смотрим. То есть, а ведь это открыто, это бесплатно. Приходите, пожалуйста, смотрите, мы будем только вам рады, аплодируйте нам. И еще бы я хотела сказать, что вот много-много очень внесла, передача была у нас на ОТБ, главный редактор была Светлана Довгаль, диаспора. Это когда о каждой диаспоре шел фильм документальный, там, 30-минутный, да. Меня даже на улице люди останавливали, говорю, вы знаете, мы не знали, не знали, что вы так вот и поете, и танцуете. К сожалению, передача закрылась из-за того, что из-за недостатка финансирования. Но вот такие вот, действительно, вот такие передачи, они дают очень многое. Ну и мы, наверное, будем резюмировать, да, уже. Вот, поэтому хотелось бы просто сказать, что, то есть, мы все граждане Украины, и, в принципе, конечно, только в законе написано, что мы пока равны по всему статусу, но на практике это на самом деле, к сожалению, пока не так. Вот, поэтому хотелось бы обратиться и к общественности, и вот, не последовательно сказать, к своим коллегам, к харьковчанам, к политическим силам, к властям, чтобы о национально-культурных объединениях вспоминали не только перед выборами, как это происходит постоянно, как любое собрание происходит раз в сколько-то лет, когда происходят какие-то выборы, и озвучивается вся эта проблематика, которую мы только что подняли. Это рутинная работа, ежедневная работа, для того, чтобы сделать наш город и нашу страну толерантной, для того, чтобы к нам хотели приезжать. Все знают, что наша нация – это открытая нация с большой, такой глубокой душой и большим сердцем. Вот, так что давайте мы все будем работать на этом направлении, и всем удачи. Да, всем удачи со своей стороны и со стороны наших всех национальностей. Я хочу сказать, что мы делаем все с душой, с любовью к Украине. Спасибо большое. Когда люди, которые к нам приезжают, тратят на это свои финансы, вкладывают свои финансы, и они не могут себя комфортно чувствовать просто на улице. И все гривень стоит. Да, не то, что… Ну, то есть, есть определенные расценки, все их знают. Вот, второе – это все-таки выделение помещения, это дом национальных культур или дом национальностей, который бы презентовал на уровне Харьковского региона, всей Украины, и в принципе, когда приезжали иностранные делегации, презентовал наш регион, что насколько он многонационален. Это не видно. Это видно только по статистике, по каким-то сухим цифрам и отчетам. И третий пункт – это хотя бы какой-нибудь план, элементарная стратегия, план по работе с национально-культурными объединениями, чтобы можно было понимать какие-то запланированные мероприятия, потому что сейчас они есть только у общественности. Есть в Харькове одно мероприятие, оно называется «Харьков наш дом», и оно проводится Харьковским городским советом, но оно проходит раз в год. И вот как уже озвучила Мака, на нем собираются только национально-культурные объединения, которые друг друга хотят поддержать, но там нет харьковчан, только организаторы или те люди, которые связаны с организацией этого мероприятия. А оно в принципе закрыто. А почему закрыто? Нет поддержки в освещении СМИ, нет… ну то есть элементарные вопросы, которые на уровне общественности и властей, они могут быть закрыты, ну то есть я не знаю, за два телефонных звонка или за час работы. А повесить и все, то есть… Топ-5. Я просто могу говорить долго, может просто Мака работа с документами, я думаю оформление документов… Ну а оформление документов это вообще бич, конечно, знаете, получить вид на жительство это нереально, это действительно нереально. У нас я была поражена, когда познакомилась вплотную с вьетнамской диаспорой, знаете, они столько много сделали вообще для города, столько рабочих мест, они построили целый город, они такие открытые, добрые, отзывчивые. Сколько они помогают сейчас военным, детям. Я честно говорю, я когда-то разговаривала с председателем, да, и он мне сказал, что вы знаете, у нас у родителей, почти у всех нет гражданства. Я говорю, как это так? Проблемы, получить проблемы. Дети имеют, а они нет. Ну как это так? Это же еще когда они приехали, в 80-х годах приехали, да, получается, какие-то новые вот законы выступают. Вот сегодня, сегодня даже сейчас, вот я, да, казашка, и у меня возник вот такой момент поменять паспорт, мне сразу начали задавать вопросы о том, где я была в 91-м году, понимаете? Вот для меня это, вот знаете, как вот внутри возникает сопротивление, да, протесты. Я говорю, почему вы задаете эти вопросы? Вы должны привести справку. То есть вот эти вот вопросы, они не должны быть, они отталкивают. Отталкивают афганцы сегодня. Сколько делают афганцы? Паша Кареми, да? Сколько много делают? Сколько делают много узбеки? Ну это же просто, вы знаете, вот все наши предприятия, давайте не будем скрывать, все наши предприятия, они работают с нашими вот постсоветскими странами, да? Очень большие заказы идут с Казахстаном, очень большие заказы идут с Азербайджаном, с Узбекистаном. Это все работа национальности. Те, которые здесь сидят, они, председатели едут, они пробивают, они привозят сюда людей. Я это знаю, потому что я сама так это, сама делаю, знаете? Много, много, много финансовых затрат, там уходят с собственных, собственных много финансовых затрат. Но когда уезжает делегация, например, тот же Азербайджан или тот же Казахстан, да, председатели не берут с собой, да? Вот как это так? То есть получается, знаете, ты работал, ты работал, а потом выясняется, оказывается, что это вся работа была сделана там наверху, там все было сделано, да? Извините, посол в первую очередь приезжает, вот с посольства люди приезжают в первую очередь, все-таки сначала в национальные общины приезжают, сначала там советник, посла. Почему? Потому что мероприятия проводятся. Сначала мероприятия проводятся, приезжают, они знакомятся с городом, с властями. Только с этого момента начинается, да? И вот сколько делегаций было в Казахстане, я, например, ни разу не была там, не включена, ни никуда. Это тоже проблема, да? Это получается, что на уровне города, области с тобой никто не считается, это неправильно. Да, но если подразумировать, это получается вот оформление документов, которое на самом деле является не то, что сложное, оно в принципе является невыполнимой задачей. То есть система создана так, таким образом, что эта задача невыполнима. Я сам лично с этим столкнулся, когда я оформлял своих волонтеров немецких, я понял, что это нереально, просто нереально. Вот. И второе, что я хотел подозревать, это отстранение национально-культурных объединений и их, как бы, администрации в принятии стратегических каких-то решений, даже на элементарном уровне. То есть это не просто нехотение, это отстранение. Вот. О том, что сказала Мака. Вот. Как-то так. Спасибо большое. Смотрите, этот на протяжении 12 лет обращались от, ну, уже ни одного мэра, ни одного губернатора, ни одного депутата Верховной Рады Украины. По-моему, письмо было даже на президента. Даже на президента было письмо, да. И не на одного, по-моему, на две каденции хватило. То есть реакции... Это понятно, что эта работа, которой надо заниматься, это большой труд, бесплатный. Ну, при этом, да, вот мы хотели сказать, что при этом национальности, например, готовы оплачивать. Были готовы вкладывать. Да. Вкладывать. Коммунальные платежи, ремонт. Да, вот мы готовы вкладывать. Потому что сейчас снимать помещение для каждого из нас, это дорого. Да. Но вот мы готовы брать, вот, брать на себя расходы, не полностью... Ответственность. Убрать на себя ответственность. То есть ответственность пока готова на себя взять только одна из сторон. Будучи гражданами Украины в том числе. Вот со второй стороны... Понятно, что эта пропасть у нас сейчас во многих отраслях, и сейчас идет реформирование всего, что только можно, но очень медленно. Но мы просто хотели затронуть тему, которую не каждый просто знает. Она не является популярным на устах даже харьковчан. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам огромное.